всем привет меня зовут лилия бойко и в этом видео я поделюсь пятью пунктами за и пяти пунктами против того чтобы оставаться жить в америке кто не в курсе мы сейчас в штатах по туристической визе в течение полугода собирались здесь быть но в принципе при желании можно обратиться к юристу и попробовать по крайней мере рассмотреть варианты можем ли мы здесь остаться навсегда то есть остаться жизнь по сути да и сейчас передо мной стоит дилемма хочу я все-таки этого или нет потому что одно дело как мы собирались изначально приехать сюда на полгода все вроде как прикольно но другое дело решиться на переезд и причем в первое время возможно нам даже нельзя будет приехать в украину несколько лет поэтому для меня это достаточно серьезное решение и вот пока я над этим думала я накидала себе список за и против чтобы потом посмотреть где будет больше пунктов но вот в процессе я подумала что возможно вам тоже будет это интересно может перед кем-то сейчас такой же вопрос стоит или может вы мне подскажете какие еще могут быть пункты за и против в общем просто хочу с вами поделиться информацией возможно такое видео будет кому-то полезным итак начинаем первый пункт за это то что здесь невероятно живописная природа и вообще мега красиво мы сейчас находимся в штате вашингтона в пригороде сиэтла и вот в прошлый раз два с половиной года назад когда мы путешествовали по америке мы объехали все западное и восточное побережье и здесь нам понравилось больше всего здесь есть и океан и горы за снежными вершинами хвойный лес и к нам на задний дворик даже приходили олени такое чувство что мы вообще в каком-то заповеднике находимся но и в то же время здесь очень чисто очень ухоженно газоны все идеальные кустики разные то здесь вот ходишь гуляешь с ребенком по улочкам просто даже не в парке и у тебя просто милуется глаз потому что везде все настолько красиво что хочется вот остановить момент и запечатлеть это все ну я стараюсь снимать для вас и кстати вот я не понимаю почему здесь так чисто я ни разу не видела чтобы машины как-то мыли дороги там шампунями знаете как в сингапуре но здесь вот на на обуви обувь чистая да то есть подошва даже не грязная можно не разбуваться ходить по квартире не будет никаких следов и вот когда мы только приехали я обратила внимание на то что машины все у них чистые и я думала что это из-за того что хозяева их часто моют хорошо ухаживает но мы здесь уже чуть больше чем полтора месяца и за это время мы нашу машину ни разу не мыли это с тем условием что здесь как минимум несколько дней в неделю идут дожди и я думаю вы знаете что у нас после дождя машину нужно сразу мыть потому что она вся в каких-то грязных потеках а здесь она вот постоянно чистая я не знаю чем это объяснить то ли климат то ли влажность выше чем вот в украине в киеве не знаю но здесь как-то вроде не сильно прям ухаживает конечно за всем но не прям там все вымывает тем не менее но все очень чистое прям вылизанное и ну как я говорю очень приятно здесь находиться и и первый мой пункт против будет то что здесь очень дорого все если например сравнить жизни в украине на 3000 долларов и здесь то это будет нет бы и земля просто потому что здесь на эту сумму вот семья из трех человек я муж и ребенок допустим мы здесь просто выживаем по сути то есть если заплатить за аренду жилья там за страховку еду то по сути ничего не остается если вдруг не дай бог там что-то по здоровью то это вообще медицина здесь стоит бешеных денег и конечно граждане уже имеют страховки и это еще один пункт растрат в месяц но по крайней мере не так страшно если вдруг что-то случится то сейчас мы вообще без какого-то пакета безопасности и конечно это как-то немножко напрягает вот вчера допустим ребенок у меня побежал на площадке к качелям и я не успела его догнать и если бы он там я не знаю несколько сантиметров буквально отделил от того чтобы качели ему влетела в голову я конечно понимаю что рано или поздно с мальчиком наверное это случится потому что я не усмотрю постоянно да но страшно да и страшно во первых что может случиться во вторых сколько это будет стоить и сколько этому будем выплачивать вот так что конечно все вот преимущества жизни в америке достаточно дорогие за них нужно платить так что вот ну а за три тысячи долларов в украине можно просто шиковать да тем более у нас там своя квартира машина и в принципе ну все что такое необходимое для жизни есть второй пункт за помимо того что здесь красиво здесь еще и все мега продумано и цивилизованно ну во первых все очень воспитанные и я до сих пор не могу привыкнуть к такой вот доброжелательности открытости к тому что любой прохожий может начать с тобой разговаривать там чем-то искренне интересоваться какую-то шутку отпускать и здесь действительно люди в магазине могут начать просто разговаривать поднять друг другу настроение все улыбаются все на позитиве чего не скажешь об украине да и в плане продуманности здесь все сделано для людей у меня уже было видео где рассказывала о различиях украины и америки и одним из этих отличий было как здесь устроена школа какие здесь меры безопасности когда детей завозят домой там ну в общем здесь все настолько сделано чтобы люди чувствовали себя безопасно защищенно что я уже боюсь возвращаться в украину даже там скорая помощь допустим она в любую точку приезжает за семь минут то есть максимум семь минут если дольше нет скорой то вы уже можете с ними судиться некоторые на этом даже зарабатывают вот но в любом случае то есть здесь вот все сделано так чтобы люди чувствовали себя комфортно но в украине сами знаете как все это обстоит обстоят дела я думаю в других странах бывшего снг то же самое вот так что конечно здесь себя как-то чувствуешь более уверенно защищенно комфортно второй пункт против того чтобы здесь оставаться и наверняка это самый главный пункт и которые мне просто не дает покоя и с чем я не могу смириться никак это то что здесь нет родителей нет никакой поддержки нет друзей и но наверное если бы без ребенка то еще это было бы ну как никогда я в принципе каждый день разговариваю с мамой по скайпу но то что мы никуда не можем поехать вдвоем с мужем я никуда не могу выйти без ребенка это меня как-то очень унитает и здесь государственные садики то есть это уже как год перед школой preschool здесь начинается аж с пяти лет до этого если хотите можно просто нанять няню домой но нанимать няню и идти допустим мне на работу здесь не выгодно потому что я буду все что я заработаю мы заплатим няне вот так что ну и так же есть частные садики тоже достаточно дорогие которые мы пока не потянем вот и знать что я как минимум еще три следующих года никуда не смогу никогда выехать без ребенка это как-то гоняет меня в такую сложную депрессию тяжелую и я вот прямо задумываясь что в украине мне было бы намного проще в этом плане потому что в украине я уже с сентября с двух лет наших хотела отдать его в садик плюс там есть родители которые могут когда нужно подстраховать и ну а здесь я совсем одна и муж у меня дома только в воскресенье все остальные дни он на выезде так что это действительно сложно и я понимаю что возможно когда-нибудь если там мы здесь останемся получим гражданство и так далее мы когда-нибудь сможем их вызвать если они еще захотят приехать потому что ну конечно людям постарше сложнее намного дается переезд и плюс я у них единственная дочь ну то есть единственный вообще ребенок в семье поэтому я еще чувствую какую-то ответственность перед ними мне сложно их оставить тем более знаю что какое-то время скорее всего мы не сможем поехать в украину и так долго не видится в общем это очень тяжело и вот этот пункт прямо вот если бы они были здесь я бы вообще не думала я бы здесь осталась сразу просто третий пункт за это то что америка как одна из самых прогрессивных стран дает возможность огромного выбора и вы можете купить ну вот реально все что угодно здесь буквально в течение дня если там нет его в ближайшем магазине в магазинах естественно выбор всего намного намного больше чем в украине то можете зайти на amazon и там через день вам доставят вообще все что хотите и на много чего здесь стоит дешевле и при этом оно качественнее чем в украине я думаю вы об этом знаете поэтому многие занимаются бизнесом таким что там передают отсюда доставляют товары в украине продают их там в три дорого вот это конечно привлекает и в плане там шопинга и в плане даже вот автомобили мы сейчас подыскивают мне машину вторую и хотим какую-то такую старенькую взять для того чтобы чисто я была на колесах была мобильная с ребенком чтобы не так было скучно дома сидеть так вот машину можно купить за 1000 долларов конечно она будет какого-то там 90 года но тем не менее она будет полностью на ходу в нормальном состоянии и 1000 долларов это ну чтобы вы понимали это пять раз сходить в магазин то есть здесь доступнее вещи чем в украине и кстати вот что касается каких-то образовательных мероприятий то все самые крупные конференции съезды проходят в америке это что касается интернет-бизнеса чем занимается мой муж и допустим по ютюбу тоже самая большая конференция это вид кон вот будет в июне в конце июня в лос-анджелесе я бы очень туда хотела попасть но опять же видите с ребенком не знаю как это организовать скорее всего никак и есть еще одна плейлист лайф она чуть младше чем виткон но тоже проходит уже по моему 5 где-то год подряд в общем вот все то куда я всегда хотела попасть оно находится в штатах и сюда съезжаются все самые успешные люди в своих сферах на вот такие тематические какие-то мероприятия это меня конечно тоже привлекает возможность в них участвовать потому что каждый раз летать сюда из украины дороговато и вряд ли получится вот это огромное разнообразие в еде очень привлекает и соблазняет и поэтому за первый месяц когда мы сюда приехали я поправилась на 3 килограмма сейчас меня эта тема очень беспокоит я стараюсь похудеть привести себя в форму и знаете здесь конечно много больше людей у которых вес превышает норму и когда на всех смотришь и имеешь там какой-то свой небольшой лишний вес или какие-то проблемы точечные по фигуре то кажется что ты еще неплохо выглядишь и поэтому вот на фоне остальных очень легко здесь расслабиться и реально начинать постепенно постепенно поправляться вот поэтому я все-таки стараюсь держать себя в руках я поела разные сладости и вкусняшки здесь в первое время сейчас пытаюсь восстановиться перейти подобрать такой рацион который будет и вкусным и полезным и здесь это сделать сложнее потому что ну есть очень много вкусных и вредных продуктов четвертый пункт за америку это то что я понимаю что в долгосрочной перспективе если нам все-таки удастся здесь остаться получить сначала green card а потом и гражданство то быть гражданином америки это окно в весь мир потому что ты можешь путешествовать куда угодно без визы у тебя много разных преимуществ ну если сравнивать с украинским паспортом да и это конечно привлекает но здесь же сразу можно назвать и пункт против америка из-за того что она находится на отдельном континенте то в основном здесь путешествуют для отдыха в южную америку либо там по америке просто там куда-то в майами во флориду потому что достаточно дорого и долго изучать разные страны то здесь мы так находимся более обособлено и намного сложнее путешествовать просто из-за расстояния и последний пункт за америку это то что здесь все намного доступнее если зарабатывать здесь то есть если иметь даже минимальную зарплату но это где-то три тысячи долларов в этом штате то вы по сути с первой же зарплаты можете купить себе машину пускай там на первое время за тысячу долларов можете за тысячу долларов полностью обновить свой гардероб конечно это не там в новых коллекциях самых крутых брендов но на распродаже или на таких более обычных брендах но одежда стоит вообще копейки здесь по сравнению с украиной вы можете питаться нормально то есть вы здесь себе даже с минимальной зарплатой ни в чем по сути не отказываете то есть американцы более низкого класса в плане заработка от американцев более высокого класса отличаются просто количеством имущества да то есть если у американцев более бедных у них все равно есть свой дом у них есть машина на каждого члена семьи они там куда-то ездят отдыхать да то есть принципе у них все базовое необходимое для комфортной жизни все равно есть ну а у более богатых у них просто все это лучше да но по сути средний класс здесь живет намного лучше чем высокий класс да то есть чем люди обеспеченные в украине вот ну а среднем классе в украине вообще нет речи потому что мало кто вообще имеет свое жилье несколько машин на в семье и так далее и последний пятый пункт против того чтобы оставаться в штатах это то что я понимаю что все-таки здесь мы будем как иммигранты вторым сортом что ли я не знаю конечно отразится ли это на ребенке если он будет сходу говорить на английском пойдет в школу американскую университет и так далее то наверняка он уже полностью американизируется но нам конечно будет намного сложнее чем в украине если там у нас уже есть там определенный статус и ну как все необходимое для жизни да то здесь все вообще с чистого листа с нуля и насколько я знаю американцы все-таки немного свысока относятся к приезжим и ну как бы там ни было все равно я думаю здесь это будет чувствоваться хотя не факт я сейчас еще достаточно мало общалась с американцами это то что вот я сейчас рассказываю о них это я слышала просто других людей которые сюда переехали можно конечно вообще общаться только с украинской диаспорой здесь реально очень много наших украинцев русских белорусов и но в любом случае здесь я почувствую себя как дома ну наверное лет через десять как минимум мне так кажется пока хотя ну кто знает вот это были все пункты за и против иммиграции в сша как я пока это вижу мне очень сложно принять решение какое-то я боюсь что если мы здесь не останемся то я пожалею после возвращения в украину и с другой стороны боюсь что если все таки останемся если какое-то время нам действительно нельзя будет выезжать на нашу родину то это будет для меня очень сложно и буду очень скучать и вот ну очень очень сложно принять такое ответственное решение пишите мне пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу мне будет очень интересно узнать ваши истории если вы тоже сейчас живете не у себя на родине как много времени у вас заняло привыкнуть к новой стране к новой культуре и вообще перестать так сильно скучать за домом как я сейчас например вот особенно это было ощутимо на пасху у меня прям я прям чуть не расплакалась в этот день потому что муж у меня тоже работал ну то есть это было в субботу перед праздником и я смотрела свою ленту где все собираются семьями с друзьями там празднуют готовят все это а здесь мало того что здесь отмечали католическую пасху здесь вообще не чувствовалось праздника и мы были с маленьким сами и я настолько скучала вот за домом что за родными что было очень сложно перенести этот праздник вот так что не буду больше затягивать это видео пишите пожалуйста мне в комментариях свои какие-то мнения по этому поводу и ставьте лайки если это видео вам понравилось подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны и встретимся с вами в следующих видео пока пока